Мы продолжаем рубрику «К 70-летию победы. Битва за жизнь». В ней мы предоставляем слово тем, кто боролся за мир в тылу. Наша сегодняшняя героиня Александра Колобова всю войну работала в колхозе, вспоминает, как трудилась на лесозаготовках. Ей слово. Закончила я 7 классов и сразу пошла работать в колхоз. Потом уже вот через год-то нас на лесозаготовки уезжали в Пречистое. Борисоглеев нас усылали. Уходили по темну в лес и приходили по темну домой. Не поесть в лесу, не попить. Поесть – ладно, а попить – горсть снега. И пусть даже ягоды росли, нам собирать ягоды не было. Полураздетые, полуразутые, полуголодные. Вот в таком виде. С ног не падали, а плакать – плакали. Посидим, наплачемся. Девчонки, давайте делать опять. Ведь мы, 17-летние, работали наравни со взрослыми мужчинами. Пилили с корня вот такие деревья. И норму выполняли. Наши все выжили. Но были несчастные случаи в лесу. То захлестнет этой макушкой кого. Вот сейчас вспоминаешь, да слез, слезы выступают. Вот. Что откуда у нас брались силы и выполняли мы такую непосильную работу? Из-за чего у нас сейчас, я говорю, что нас и сгорбило, и согнуло, и здоровья нет. Поэтому вот так. А в то время мы себя не жалели и не думали, что это все скажется на здоровье. Говорили, что это все надо для фронта. Говорили, что это все надо для фронта.